Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Вика. Да. И сегодня, как вы думаете, что у нас? Осинастра. Осинастра. Это такой маленький намек, чтобы Осинастра сделала еще свой мерч. Ну ладно, давайте по порядку. В общем, это Осинастра. Нет, непонятно. Так вот, смотрите, я попыталась нарисовать в разных стилях. Это ее стиль. Прикольный. Но он легкий, поэтому я немножечко смогла его так вот нарисовать. А это уже в моем стиле. Та-да-да-да. По-моему, красиво тоже получилось. А этим рисунком я прям очень горжусь, потому что, наверное, вы не знали, но у меня с рисованием гуашью, акварелью, вообще с красками у меня как-то отношения не складываются, и я вообще ими рисовать не умею. Я гуашь, это вообще мне враг-враг. Прям. И поэтому я удивлена, что я хотя бы смогла вот такое нарисовать. Я смогла нарисовать такое. Я вообще думала, что у меня получится что-то похуже. И вот еще одна картина красками. Та-да. Да, я нарисовала такую картину. Кто сразу не понял, это картина по цифркам. Я сама такую не рисовала. Нет. Это по цифркам картина красивая. Кому было плохо видно, вот шелевр. Это еще одна жалкая попытка рисовать пони. Все, я бросаю это дело. Я больше их не рисую. Кстати, ребята, как вы заметили по частоте выхода видео, у меня закончились идеи, что рисовать на телефоне. А видео мне лень снимать. Сами понимаете, да? Лень это не оправдание. Я пытаюсь бороться с таким артичным кризисом. Я пытаюсь с ним бороться. Я пытаюсь бороться с ним. Но это плохо получается. Почему-то хорошие рисунки выходят у меня только на бумаге. А лень мне снимать видео. Поэтому пишите кому артик. Так же, если я уже рисовала, то еще раз. Нарисую еще раз. Перерисую в новой рисовке. Да. А эти штучки были сделаны для меня, для инстаграма. Для меня, для инстаграма. У меня для... Что-то опять не так. Мною для инстаграма ви... Че? Были сделаны для инстаграма. Да. Вот так вот правильно. Так вот. Да, я есть в инстаграме. Вчера зарегистрировалась. Ладно, не важно. И так как я продвинул человек, и... Хочу, чтобы меня узнавали и зарубежные ютуберы. Нет, не ютуб, точно. А как они там называются? Инстаграмщики. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я успела осознать, что такое биться в конвульсиях от смеха. По-моему, они еще не прошли. Продолжаем. В общем, увидела такое видео... Да ёмень, что у меня скорость? Ладно, не важно. Увидела в интернете, типа, то, что я в каком... Ну, какой-то персонаж как бы выглядел. Вандертейл, Капхэд, Бэнди, я не знаю, в общем. И так как у меня был творческий кризис... Да, я выучила это слово. Так как он у меня был, я решила нарисовать вот это. И здесь я пыталась как максимально соблюдать анатомию. Как минимум рука уже походит на настоящую руку и лицо. И я не дорисовала это, да я не думаю, что когда-нибудь дорисую. Ну, это типа я в андертейле. Это жёлтое сердечко будет, потому что так надо. А вот что думали. И свитер Фриск, потому что он у меня по-настоящему есть, как мои олды моего канала. Знаю то, что у меня есть этот свитер. Да, я его показывала вам. Так вот, это типа Капхэд. Я не Капхэд. И типа Бенди. Как Алиса Ангель. Потому что я вроде и хорошенькая. А вроде я и психопат. А вроде я и миленькая, как говорят другие. И одарёненькая, как говорят другие. А вроде... Ладно, не буду. Окей, дальше. В общем, эти ручки. Ручки. О, хочу вам одну историю рассказать. Но после того, как покажу вот это. Это рука. Это рука. Это тоже рука. Конец. А теперь я хочу вам рассказать маленькую историю, поставив на задний фон осинастру. Ютубочка. Так вот, в общем, вот вы, наверное, видели у меня в подписках, наверное, видели канал Мега Викуся Санюся. И знаете, сначала она писала, как я пришла на её канал, безумно неграмотно. Хорошо то, что я вижу там под её канала в комментариях нормальных людей. Я знаю, что на неё подписано Made in the Somme. Это нормальный человек. Грамотный. Очень хорошо делает анимации. Ну, как минимум, лучше меня. Потому что я не продвинута в анимациях. Что такое физика, технология? Это шо вообще такое? Мы не знаем, дорогие друзья. Потому что мы умные, как улитка. Выглядим на 14 с умом на 3 года. Ладно, поменяем слово. А достало нас на все 100. А самой 10. Как-то очень странно. Ну, ладно, наверное, у каждого такого было. Я что-то сбилась с пути. Так вот, смотри. Смотрим на оси настрой и слушаем. Ага. В общем. И подписалась я на этот канал. Ну, потому что реально крутой анимации тоже хорошо делает. Несмотря на грамотность... Я сначала думала, что это Стёп. Так вот. Делает реально хорошие анимации. Рисует хорошо. И реально нравится. За исключением того, что она сьюха. Да. Знаете, я сначала написал под её видео, типа... Хей, какого чёрта ты пишешь неграмотно? Я не так написала. Я более культурный человек. Я не буду вам сейчас всё рассказывать. Так вот. Простите. В общем. И мне в комментариях отвечает. Не самая Вика. Назовем её Викой, да? Она же Викусин. Угу, да, правильно. Вторая Вика. Сколько же Вик на этом свете? Так вот. Написали мне в комментариях. Какая-то девочка. Тоже неграмотная. Написала мне хотя бы понятным мне языком. То, что... Ты, Стёп, знаешь, что такое? Она мне так и написала. Да, сама Вика мне не ответила. Но, когда ей говорят, что она троллер. Троллер. Роллер. Тролфейс. Опять чё-то не то. Тролль. А, вот чё. Она говорит, тролли живут в горах. А я нет. Я поняла эту шутку, но... Она шикарит в себя Санс. Вот поэтому она мега-викуся-санюся. Господи. Ладно, я ещё понимаю положение Татьяны Восковдейл. Таня не с юхом. Потому что... Она делает нормальный контент. Хоть она и с Сансом, но всё такое, но... Хоть она и выглядит как Санс, но... Но... Но это Татьяна Восковдейл. Всё, заткнитесь. Это... Это сильное доказательство. Только попробуйте на меня в суд подасть. Подасть. Я моё! Только попробуйте на меня в суд... Под... Только попробуйте на меня в суд подать. Моя мама на вас в суд подаст. Она риэлтор, блин. Так вот. Дальше. Я была в шуте. И знаете, вот недавно у неё вышло видео на канале. Типа, почему меня любит Санс? Я самая красивая, родилась на Мьюнии... И всё такое. Нет, а кот! О, господи. Хай-ка, хай, суды тут. Да уж. На самом деле, кто не знал, Мэрис Ю. Это... Это... Не тот персонаж... Что... Как бы... Чтобы он влюбляет в себя в Санса, Бенди и канонных персонажей Билла... Бл-бл-бл-бл-бл-бл... Бл-бл-бл-бл... Нет, нифига. Мэри Сью это на самом деле тот персонаж, что всесилен. Как бы у него нет слабости, его все любят и все такое. Или же у него слишком печальная история. Мой же персонаж... Ну ладно, вы не видели мою книгу. Моя книга. Вот такая, пожалуй, я вам читать и не буду. Но если вам так интересно, вы можете поставить на паузу. И вот этот, он называется 101. И вот помните моего персонажа псих. Я решила, что все персонажи у меня однообразные. Радость она веселая. Офигенно. Ему на все насрать. В общем, все такое. И как бы... Этот персонаж, я назвала ее. Ее. Это все девочки, потому что это олицетворение меня. Люси. Назовем этого персонажа Люси, да? Будем так называть. У Люси есть более-больше эмоций. А также я вам потом расскажу про персонаж Херу. Но потом я поменяю его имя, конечно. В общем, не спрашивайте. И кому будет интересна книжка, может быть, я в аудио вам ее прочитаю. Если вы в комментариях напишите, Вика, нет, типа, кто очень хочет, чтобы я прочитала эту книгу вам в аудио, с хорошей озвучкой, без заикания, отлично, чтобы Йорф, то напишите хэштег Вика хочу аудиокнигу. И тогда я вам прочитаю хотя бы один какой-нибудь. Напишите, пожалуйста, спасибо. Вот. И хочу показать вам первую версию этой книги. Самая первая. Смотрите, где это у нас. У меня тут документы, документы, ненужные документы. И вот, смотрите, я из-за того, что мне не понравилось, как тут написано, именно не почерк, а само изложение, типа, видите, видите, здесь же намного лучше. Да, здесь есть много артов. Мне прям нравится это лицо. Кстати, это Молли, ее медсестра, это сама Люси. Это сценарий, который недоработан. Еще сценарий. В общем, у меня тут много бумаг, потом не все. Так вот, и тут есть такие картинки. Я вообще думала, что это будет книга без картинок каких-либо, но... Сейчас мы далеко зашли. Ну, вот. Сейчас я вам покажу разницу. Вот, это вот злость, Кэтрин. Смотрите, до, после. Я как бы усовершенствовала, в общем, красиво. Ой, видео уже идет 14 минут. По-моему, для вас это много. Ладно, на задний фон я поставила такой рисунок. Солнышко. Не спрашивайте. Ну, а на этом все. Всем пока. Ставьте лайк за сенастру и подписывайтесь за книгу. Пишите в комментариях, кто хочет читать аудиокнигу, чтобы я прочитала. Ту-дун-тун. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи. Корлык-корлык.